Привет, друзья! С вами канал Два Боковых и Микаил Гусейнов. И сегодня мы поговорим о турнире UFC 284. Снова обратимся к смешанным единоборствам. И я думаю, это вполне объективно, потому что сейчас у нас прошел поединок лучших бойцов в лиге в версии Pound в Pound. Первый и второй номер подались чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановский и чемпион лиги в легком весе Ислам Махачев. Бой прошел у нас в Австралии, в городе Перд, то есть на родине Волкановский. Но, несмотря на это, изначально фаворитом схватки был у нас Ислам Махачев. Конечно, все ссылались на борцовские навыки Махачева и на серьезную физическую мощь, на значительное физическое преимущество Ислама. На деле все для него сложилось не так просто, как казалось. В первом раунде, первый раунд начался с такой затяжной разведки для бойцов около полутора минут, потом был уже размен в стойке и размен в стойке показал, что, конечно, будет тяжело Махачеву, если весь бой пройдет в таком ключе. То есть, как бы Ислам попал хорошо и Волкановский попадал, но как бы то ни было, после этого Махачев удалось тянуть Волкановский в борьбу. И здесь такой был небольшой флешбэк из 2018 года, когда Хабиб защищал титул первый раз, тогда он дрался с Конором Макгрегором. И, если вы помните, то в четвертом раунде Нурмагомедов победил. До сих пор многие спорят, был это удушающий или болевой прием, как бы то ни было. Тогда Нурмагомедов зажал, точнее у сетки забрал спину Макгрегора. И на шею провел этот прием. Опять-таки, очень было похоже, что Махачев может провернуть такой с Волкановский. Но Волкановский, в отличие от Конора, сумел защищаться, контролировал руку Махачева и доказал, что борьба в Австралии есть. Я напомню, что Махачев перед боем сказал, что в Австралии вообще нет борьбы. Что, как бы, вызвало некоторое негодование у него Александра, скажем так. Как бы то ни было, первый раунд забрал Махачев. Потому что, как бы, контроль, минутный контроль в борьбе уже при равном противооцене в стойке, говорит уже в пользу Махачева. Во втором раунде картина приблизительно повторилась. Опять-таки, долгая разведка, потом пошли размены ударами. Были попытки Махачева стянуть в борьбу в Волкановске, но в этот раз они совсем, как бы, мне кажется, Махачев на них не очень концентрировался. Потому что понимал, что Волкановский пока свеж, пока сможет защититься в борьбе, а забивать, окислять свои мышцы не очень хотелось. В третьем раунде такой тревожный звонок был для фанатов Ислама. Потому что Волкановский очень прибавил стойки. Буквально осыпал ударами соперника своего. И в одном из эпизодов непонятно, то ли потерял равновесие Махачев, то ли поскользнулся, то ли это был нокдаун, такой флешка. Но суть в том, что Махачев упал после атаки Волкановский. И дальше Александр, конечно, накатил. Накатил и забрал раунд. На мой взгляд, тогда по раундам счет стал 2-1 в пользу Ислама. В четвертом раунде Махачев, вот, все-таки получилось у него уйти в борьбу. Причем так хорошо получилось. Поймал он Волкановский. Волкановский бросился вперед, и тут же Махачев ловко его стянул вниз, вышел в боковой контроль. Целых 3 минуты был у Ислама. В целом уверенно он контролировал, но за 3 минуты все-таки не разобрал Волкановский в борьбе. Волкановский снова доказал, что он хорош, хорош в борьбе, во всяком случае в защитных элементах борьбы. И, мало того, Волкановский постоянно все эти 3 минуты беспокоил Махачева короткими неприятными. Точками, на самом деле, очень неприятными. И такой забавный момент, Волкановский постоянно что-то говорил Махачева. То ли себя пытался завести, то ли Махачева пытался завести, спровоцировать на ошибку. Но суть в том, что вот так говорил, и будет очень интересно посмотреть пресс-конференцию бойцов. Из них все равно кто-то скажет, что же там был за диалог такой, непонятно, что за переговоры вели во время поединка. Как бы то ни было, четвертый раунд остался за Махачевым. То есть, по раундам, опять-таки, на мой взгляд, было 3-1. И Волкановский понимал, что нужно ему прибавлять. И в пятом раунде он действительно прибавил. Особенно концовку ему удалось. В конце пятого раунда, буквально за полторы минуты, наверное, до конца, он провел очень хороший удар. Через потряс Махачева. После этого Махачева был несколько дезориентирован. И потом оказался на Кавасе, в положении на спине. И как бы Волкановский уже в конце прямо яростно атаковал. Буквально забрасывал соперника ударами. Что-то даже было похоже на хаморфисты в конце. Но не было такого, что сейчас Махачева выключит. Но я думаю, болельщики Ислама все-таки переживали. Было неприятно. И в первую очередь было неприятно в том плане, что могли беспокоиться за судейские записки. То есть, концовку боя явно забрал Волкановский. Забрал у себя на родине, в Австралии. То есть, пятый раунд отдавали явно ему. Третий раунд тоже был явно за ним. Ну, как бы, первый, второй могли что-то не так посчитать. Тем более, среди россия вообще сейчас бытует мнение, что UFC судит против них. Сразь на бои Петра. Я на этом же турнире, где Махачев сейчас выступал. Хатюзубай Ратуху снова проиграл. С нововательным решением. То есть, были опасения какие-то у болельщиков Махачева наверняка. Но, как бы, опровергая все эти теории заговора, судьи дали единогласным решением победу Махачеву 49-46 и дважды по 48-47. То есть, два судьи дали 3-2 раунда, один даже 3-1. Вот так закончился бой лучших бойцов UFC. И действительно, этот поединок показал, что это реально лучшие бойцы. Мало кто ожидал, что Волокановский выдержит полную дистанцию. Не то, что выдержал, он показал очень конкурентный бой. И действительно претендовал на победу. Ну, что будет дальше? Я думаю, Волокановский вернется в полулегкий вес. У него, кстати, прерывалась серия из 11 побед. Вернется в полулегкий вес. И там его будет уже ждать на испеченный временный чемпион UFC в полулегком весе Ейра Ригиса. Именно по стягательству мексиканства Волокановский придется защищать свой титул. Но Махачев пока что после такого, я думаю, будет продолжать в легком весе. Несмотря на все разговоры о переходе в полусредний дивизион. Интересно услышать комментарий Хабиба Нурмагомедова. Опять-таки, было много разговоров о том, что первый раз в долгое время не будет Хабиба в углу. Не будет он секундировать. И вот так получилось, что тяжелейший бой получился без Хабиба. Совпадение, несовпадение, сложно сказать. Интересно посмотреть, будут ли какие-то изменения в подготовке, в тренировочном лагере. Или, может быть, опять Нурмагомедов вернется в угол к Махачеву. Посмотрим. Но, в любом случае, если Махачев будет продолжать в легком весе еще пару боев, то там, я думаю, уверенно он будет защищать свои пояса. Там идет круговорот претендентов. Сейчас начали бой Оливейры и Дариуша. То есть, опять-таки, может Махачев подерется с Оливейрой в случае победы образиться. Может быть, с Дариушем. Дальше там Макгрегор Чендлер. И если кому-то из них дают титульный бой после едной победы, это будет вообще как бы... Это будет продаваемо, но забавно и для Махачева легко, скажем так. То есть, в легком весе, по сути, легкий вес практически уже сейчас зачищен. И, я думаю, после такого сложного боя, Махачев парочку защит еще проведет. А там, возможно, действительно полусредний вес. Вот такой у нас разбор турнира UFC. Делитесь своим мнением, впечатлениями от очень захватывающего и интегущего боя. Делитесь своими судейскими оценками, как вы видели этот бой. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Скоро у нас будет продолжение интервью с Эдди Чемберсом. Также выйдет еще одно интересное интервью с другим бойцом. В общем, оставайтесь с нами. Всем бокс. Пока-пока.